От Евгения поступили сегодня пара бритв, одну из которых предстояло основательно почистить, избавиться от большого скола и естественно в результате заточить. Вторую надо было просто заточить. Вот эта первая представительница, она безусловно заслуживает отдельных двух слов в свою сторону, поскольку абсолютно редчайшая вещь. По крайней мере я, скажем так, такого калибра я еще не доводилось меня видеть. Это, будем так говорить, номинально это микротом, однако микротом, ну это наверное лучшее микротомное решение из всех, опять же таки, которые я когда бы то ни было встречал. Во-первых, нужно сказать, что ширина обуха здесь самая большая, опять же таки, мною виденная. Здесь 8 миллиметров. Он без хвоста, причем прошу обратить внимание, какая толщина самого клинка в районе осевого. Вот сам клинок, он в данный момент времени составляет 28 миллиметров, ну или как бы по нормальным делам 9 восьмых. В чем, собственно говоря, прелесть? Прелесть состоит в том, что вот эта плоская, плоская, условно плоская часть, она имеет микровыборку. То есть, нечто подобное решению комиссории мы имеем в данном, в конкретном случае. Естественно, до того, как бритва ко мне прибыла, естественно, я предварительно мы с Евгением, которого я отдельно приветствую, мы списывались и определялись как бы по объемам работ. Вот, и сказал он мне, ну я был в курсе того, что он является владельцем вот такого сумасшедшего микротома. Причем, прошу обратить внимание, леонские какие-то мастера, но имеется здесь отдельная, естественно, подпись о том, что это Асиер Хансман. Ну я, если честно, я нифига не вижу. Ну, поверьте на слово, она там присутствует. Вот, и я ж так думаю, ну микротом, это надо было, уже как бы про себя думаю, надо подклеивать здесь в эту сторону какие-то там, ну, хотя бы три слоя изоленты, сюда выпускать один, поскольку здесь как бы, ну, бритва это не точно. Вот, и как бы скомпенсировать, потому что в противном случае это идет шлифовка плоскости. Ну, это огромный объем надо снимать, но особого смысла это не имеет. Еще раз, огромнейшее решение, абсолютно огромнейшее. Основательно почистилась она, ну и, естественно, заточилась. Заточила я в два слоя изоленты. При всем при этом, ну, никуда не деться от того, что фаска, особенно вот с этой стороны, естественно, она, наверное, в определенной степени шире стандартная. Но, опять же таки, отталкиваясь от того, что имеем мы дело именно с микротомом, очень-очень тяжелая штука, очень тяжелая, то это еще как бы, ну, я бы так сказал, критику выдерживает. А корень и с таким же успехом в обратную сторону. Кстати сказать, опять же таки, не в пример остальным микротомам, которые часто и густо этим страдают, эта сталь никакой чрезмерной сухости не имеет. Очень-очень-очень пластичная, ну, вот, как бы бритвенная сталь, я бы так ее назвал. Но, отталкиваясь от того, сколько ягодков, ягодков ей 200+, я так по самым скромным подсчетам подразумеваю, то состояние исключительно, исключительно. И вот, забавно, имеет подпись МОРО Исключительно каллиграфически выполненная. Не знаю, такое ощущение, что человек куда-то обращался, и там этому каллиграфически, опять же таки, отрисовали. Итак, это единица номер один, и вторая, будем так ее называть, походная. Вот такие использовались оправы. Что пишет? Бревет ССДС. Но, в различных решениях они применялись. Делается это для того, вот такая защелочка, чтобы бритва где-то в пути случайно не раскрылась. Сейчас я протру, протру польчики свои с ней. Ну, это, естественно, уже более поздних времен. Это у нас славно известный 134-й фонтениль. В данном конкретном случае обладательница золотой медали для жесткой щекины. Бритва. В универсальном размере, я так подозреваю, что здесь 5 восьмых. Вот, ну, состояние, понятное дело, изумительное. Ну, эту бритву надо было просто заточить, чтобы, в общем-то, я сделал. Вот, и это корень с такой же легкостью. Вот такая вот презамечательная пара. Евгений хотел бы сакцентировать внимание телезрителей на том, что обе данные представительницы Евгений планирует продавать. Поэтому в закрепленном, наверное, комментарии или в описании я оставлю контакт Евгении. Обращайтесь, пишите, задавайте вопросы. У меня же на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Пока.